Сердолик это камень власти и очень большая редкость найти из сердолика четкие, но они настолько приятные, они настолько приятные эти сердоликовые четкие. В случае если вы нацелены на то, чтобы управлять миром, а не подчиняться, то вам необходимо брать четкие управленческой власти, четкие печати, четкие людей, которые всегда управляли этим миром, это четкий сердолик. Я когда-то был у Александра Саша Мунтян, директора ВЭКа рынка в городе Харькове, там на университетской у него был офис и как раз был у него в кабинете, у него в кабинете стояла такая постамент такой и он был сделан, подставка была сделана из сердолика, а сверху стояли там другие изображения сделанные из серебра и золота. Очень красиво, как такое изображение Иерусалима. Я говорю, а где-то такой кусок взял. Он говорит, специально для меня привезли из Киргизстана или из Таджикистана и вот здесь я искал людей, которые мне это все сделают. Потрясающе. Я могу сказать, что я говорю, ну мне как эзотерику интересно, повлияло ли это как-то. Он говорит, ну я на это не обращаю внимания, я иудей типа и тогда. Я знаю, что повлияло. Почему? Никто бы не заморачивался, если бы не влияло. Все прекрасно знают, что у всех древнеримских кураторов, у всех царей, у всех были гемы или печати, которые они носили в руке из сердолика. Почему? Сердолик считается камнем, который заставляет другого человека исполнять волю человека, который носит сердолик. Дальше шунгит. Дальше шунгит.